Диагностики образования щитовидной железы. Что нового в этом вопросе? Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Общеизвестна высокораспространенность узлового зуба. При применении ультразвукового метода он достигает 67% популяции. Также хорошо известно, что частота рака среди всех узловых поражений щитовидной железы относительно невелика и составляет от 5 до 15% по данным разных авторов. Я думаю, ни для кого не секрет в этой аудитории, что лучшим методом дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований щитовидной железы сегодня является пункционная биопсия с сетиологическим исследованием пунктата. Чем нам может помочь в дифференциальной диагностике узловых поражений щитовидной железы стандартное ультразвуковое исследование? Что мы понимаем под стандартным ультразвуковым исследованием? Это обычные изображения серо-шкальные плюс один или оба метода цветового кортирования потока. Чем они нам могут быть полезны? Они могут выявить образование с подозрительными в плане закачественности признаками. Признаки это широко обсуждались, они хорошо освещены в литературе, думаю, вам тоже всем хорошо известны. Это гипоэхогенный, солидный характер, нечеткие контуры, микрокальцификаты, преимущественно центральный кровоток и особенности формы, преобладание высоты образования над шириной при поперечном сканировании. Все эти признаки в группе работают хорошо, но не каждый из них не является патагномоничным, к сожалению, потому что ни один из них не обладает одновременно высокой и специфичностью, и чувствительностью. И эти признаки неравнозначны по своей силе. Вот признак микрокальцификата, это большой признак, мы на него ориентируемся. Он действительно имеет высокую специфичность, но вы видите крайне низкую чувствительность. Или наоборот, гипоэхогенность. Нам хорошо известно, что большинство раков считают на железы гипоэхогенные, но специфичность крайне низкая. И только сочетание всех этих признаков, причем хорошо, если их 4 или 5 в одном образовании, дает нам возможность, с вероятностью приближающиеся к 100%, высказаться в пользу злокачественного характера образования. Но далеко не все тиреоидные раки выглядят следующим образом при ультразвуковом стандартном исследовании. Примерно большая часть выглядит таким образом, но в основном такая картина характерна для неклассического папиллярного рака. Но встречаются другие формы рака. Частично полностью капсулированный рак, рак фолликулярный, который может давать вот такие картины при стандартном ультразвуковом исследовании. Четкие контуры, средняя эхогенность, жидкостные зоны и перинодулярный кровоток. В диагностике таких форм рака, естественно, стандартное ультразвуковое исследование не информативно. Но удовлетворенность таким положением вещей приводит к сознанию новых технологий. В последние десятилетия широкое распространение получила ультразвуковая эластография. Это метод, позволяющий оценить количественно и качественно жесткость ткани. Идея эластографии рождена методом физикального исследования. Мы знаем, что при пальпации доброкачественные образования в основном мягкие, а злокачественные жесткие. Еще этот метод называют виртуальной пальпацией. Предложено название эластографии еще в 1991 году, Афир. И все методы ультразвуковой эластографии делятся на две принципиально различающиеся группы. Первая группа – это компрессионная или стрейная эластография. Более старый метод. Суть метода – оценка жесткости образования идет по степени деформации его практически при приложенной силе. Чаще всего в качестве приложенной силы используется простая компрессия датчиком. Существуют и технологии, которые применяются значительно реже, когда в качестве естественного деформатого используют пульсацию сонной артерии. Данные при эластографии компрессионной о упругости ткани представляют в виде цветовой картограммы. То есть идет оценка качественная. Возможно и вычисление количественного показателя, так называемого strain ratio или SA. Это соотношение степени деформации ткани в разных участках. Чаще всего сравнивают ткань измененную и ткань неизмененную. Второй метод – эластография из двиговой волны. Это новая технология, которая еще не получила шелокового распространения, но сейчас широко обсуждается в литературе и очень активно изучается. Метод отличается от компрессионной эластографии то, что никакая компрессия и сила здесь не прикладывается. Разработаны специальные датчики для эластографии из двиговой волны. Они генерируют высокочастотный, сфокусированный ультразвуковой импульс, который, проникая в ткань, вызывает как раз образование этих сдвиговых волн. И оценка упругости ткани идет по скорости распространения сдвиговой волны. Образно это можно представить себе с камнем, брошенным в воду. И расходящиеся круги – это сдвиговые волны. Вместо этой эластографии, чем он хороший, почему на него возлагаются определенные надежды, возможно количественная оценка жесткости. Потому что по скорости сдвиговой волны можно вычислить с применением модуля Юнга истинную жесткость ткани. Существуют две основные технологии ультразвуковой эластографии сдвиговой волны. Это собственная импульсная, когда измеряется только скорость. И вторая технология, которая получает большее сейчас распространение, когда еще и строится эластограмма, то есть цветовое кортирование упругости, распределение упругости в образовании. Плюс измерение жесткости в любой точке простым изменением вместо контрольного объема положения. Пример компрессионной эластографии. Все эластограммы снабжены специальной шкалой. Шкала может отличаться по цветам в отличие от фирмы-производителя. Но чаще всего при компрессионной выглядят именно таким образом. Низ шкалы наиболее твердое образование, темно-синее окрашивание. Через голубой, зеленый и желтые более мягкие структуры к полностью мягкому образованию красного цвета. Анализируем представленное образование. В основном оно окрашивается зеленым и желтым цветом. Мягкое образование. Для объективизации и удобства оценки картограмм предложены две шкалы. Наиболее часто применяемая это шкала Йена и шкала РАГУ. Пятиступенчатая шкала Йену. Один балл, который мы можем присвоить к картограмме. Эластичность, как у нормальной ткани. Два балла. Это эластичная, но которая содержит жесткие участки. Три балла. Эластичная по краям, жесткая в центре. Четыре балла. Это полностью жесткое образование. Пятый пункт в основном используется при анализе образования молочной железы. Вот эта жесткая задняя тень, это характерно для образований в молочных железах. При анализе образования в щитовидной железе обычно эти два пункта объединяют. И более простая шкала РАГУ. Также шаку употребимая. Трехступенчатая. Полностью эластичная или преимущественно эластичная. Один балл. Два балла. Это 50 на 50 жесткая эластичная. И три балла. Это полностью жесткая. Еще пример. Одна картограмма компрессионной эластографии. Мы видим образование, располагающееся в перешейке, окрашиваемое практически полностью в темно-синий цвет. Это четыре балла по шкале Йена. Это три балла по шкале РАГУ. Вот образованиями с четырьмя-пятью баллами по шкале Йено и тремя баллами по шкале РАГУ. Это почти 90% подозрений на злокачественность. Каковы же возможности компрессионной эластографии в сложном вопросе дифференциальной диагностики образования в щитовидной железе? Изучается эта технология уже больше 10 лет. И вот такие данные мы имеем. От восторженной оценки 97% чувствительность, 91% специфичность до более чем скромных результатов 47% чувствительность, что ставит вообще под вопрос смысл применения этого метода. И также невысокой чувствительности. С чем связана такая разница в оценке? Я думаю, что с гетерогенностью исследуемых групп. Потому что все авторы и сторонники пессимистичной оценки, и сторонники оптимистичной оценки говорят о больших ограничениях компрессионной эластографии. Во-первых, субъективный компонент, связанный с компрессией. Во-вторых, полностью кальцинированные образования не поддаются анализу. А образования с большим количеством жидкости, с большим жидкостным компонентом, также выпадают из-за анализа. А вот всех этих недостатков лишена новая технология эластографии сдвиговой волны. Пример эластограммы сдвиговой волны. Она также снабжена шкалой, но обратите внимание, шкала инвертирована. Наиболее плотное образование это красным, это верх шкалы. Наиболее мягкое это темно-синий, низ шкалы. Оцениваемое образование полностью равномерно окрашено синим цветом. При исследовании жесткости я сказала, что просто простым перемещением метки контрольного объема можно измерить жесткость. Это 24 килопаскаля. Это мягкое, доброкачественное образование. И другой пример. Образование преимущественно окрашено темно-красным. При измерении жесткости это более 100 килопаскалей. Это популярный рак. Все авторы, изучающие сдвиговую волну, пришли к одному и тому же выводу, что разница в жесткости доброкачественных и злокачественных образований существенно отличается. Но, казалось бы, при анализе в группах это очевидно. Но обратите внимание на большой диапазон значений. И в первой, и во второй группах. То есть возникает вопрос точки разделения. Что нам использовать в практической работе? Где точка разделения? И мнения авторов разных на эту тему также весьма различны. Мы видим разные точки разделения. От 34,5 до 66. И поэтому, конечно, совершенно очевидно, что нужно накопление новых данных для конкретизации этого, безусловно, важного практического вопроса. Потому что если мы будем использовать точку разделения 34, мы будем заниматься ложноположительными диагнозами, давать ложноположительные диагнозы. Если мы возьмем за точку разделения 66, мы будем пропускать более мягкие раки. Интересный, конечно, вопрос. Аутоиммунные заболевания и сдвиговая волна применительно к этой проблеме. Явно, что при пальпации щитовидная железа при наличии аутоиммунного заболевания более плотная. И можем ли мы диагностировать аутоиммунные с помощью этой новой технологии? И не будут ли, наоборот, сочетания аутоиммунных заболеваний с разными образованиями доброкачественными и злокачественными служить препятствием для адекватной оценки этих образований? Мало литературы на эту тему. Вот в приведенной работе данные эти совпадают. Разница в жесткости есть, но она недостоверна. То есть диагностировать аутоиммунные заболевания при помощи эластографии сдвиговой волны мы не можем, но зато они не будут служить препятствием для правильной диагностики доброкачественных и злокачественных образований. И, конечно, вопрос фолликулярных неоплазий. Известно, что по данным хирургического лечения пациенты, оперированные с диагнозом фолликулярной неоплазии, гистологический диагноз фолликулярного рака бывает только в 14-30% случаев. И у нас нет никаких на сегодня достоверных диагностических критериев на дооперационном этапе. Сможет ли нам здесь помочь эластография сдвиговой волны? Каких-то больших работ, посвященных этой теме, в доступной мне литературе я не обнаружила. Но вот интересное упоминание. Здесь изучалась эластография импульсная. И авторы нашли разницу скорости сдвиговой волны. Скорость сдвиговой волны прямо пропорциональна жесткости. То есть мы можем говорить о жесткости. Фолликулярный рак гораздо мягче, чем популярный. Конечно, работа эта сделана на небольшом материале. Здесь анализированы всего 3 фолликулярных рака и 19 популярных. Но если эти предварительные данные верны, то, к большому сожалению, эта технология будет в этом данном вопросе нам не помощником. И еще интересный вопрос. Сможет ли эта новая технология улучшить нам диагностику метастазов в шейне лимфатические узлы? Эластограмма сдвиговой волны, неизмененный лимфатический узел, равномерное окрашивание синим и метастатически измененный лимфоузел, гетерогенное окрашивание жесткой такой зоны в центре. Авторы нашли разницу в жесткости неизмененных и измененных метастатических и лимфатических узлов, хотя, как вы видите, с большим диапазоном значений. И взяв за точку разделения максимальную жесткость неизмененного лимфоузла, получили, к сожалению, низкую чувствительность, хотя при высокой специфичности. Но другая работа, опубликованная в прошлом году. Совершенно другие данные. Жесткость отличается весьма значительно, 41 и 14, точка разделения гораздо ниже 19, и чувствительность и специфичность очень высокие. То есть очевидно, что этот вопрос нуждается в накоплении нового материала. И в заключение. Получая новую технологию, мы, как правило, задаемся одними и тем же вопросами. А это новое лучше, чем то, что мы имеем сегодня. То есть имеет ли преимущество эластографии сдвиговой волны передкомпрессионной? Я думаю, что мы можем ответить на этот вопрос утвердительным «да». Позволяет ли эта новая технология изменить существующий алгоритм, уменьшить количество пункционных биопсий? Вряд ли. Но не хочется отвечать сразу отрицательно, поскольку технология новая, недостаточно изученная. Оставляем знак вопроса. И станет ли эластография сдвиговой волны частью стандартного ультразвукового исследования? Для ответа на этот вопрос, я думаю, нужно не только новое, хорошо организованное исследование, но и апробация метода в условиях практической работы. А пока мы должны с вами, я думаю, все-таки с интересом и осторожностью относиться к результатам применения нового метода и не забывать о приоритетах морфологических методов исследования. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.